Добрый день! В этом видео мы рассмотрим, как собирается одна из простейших головоломок. Называется она Pyraminx Duo или Duo Pyraminx. Представляет из себя пирамидку 2х2 с подвижными центрами. Здесь всего два типа элементов. Это четыре трехцветных уголка и четыре одноцветных центра. Изначально производилась данная пирамидка компании Meffert, но есть много аналогов от неизвестных брендов, к примеру вот этот экземпляр, а также есть похожие головоломки от компании Sengso и Moe. Все они собираются одинаково и на примере конкретно вот этой модели я покажу два способа сборки. Один чуть более длинный, другой покороче. Можно считать первым методом для начинающих, а второй продвинутым. При вращении уголка также перемещаются центры. Перемешаем пирамидку и посмотрим, что здесь можно сделать. Если вы умеете собирать классическую пирамидку, то первый этап здесь будет точно такой же. Нужно три уголка ориентировать правильно. Допустим, нам хочется начать с красного цвета. Видим два красных уголка и хочется сюда повернуть третий. Но как бы мы не вращали вот этот уголок, здесь не будет красного цвета. Все потому, что уголок с красным цветом находится вот здесь. Таким образом, как и в классической пирамидке, определить на какой стороне собирать определенный цвет можно двумя способами. Способ первый — это найти три красных уголка. Раз, два, три. Можно ставить на них пальцы, пока не найдем все три. И та грань, которая окажется у нас в руках, и будет гранью с красным цветом. Просто вращаем уголки до тех пор, пока все здесь не повернутся красной стороной. Положение центра здесь сейчас не важно. И альтернативный способ. К примеру, мы хотим также начать с красной стороны. Нам нужно найти уголок, у которого красного цвета нет. Здесь красный цвет есть, здесь есть, здесь есть, а здесь нет красного цвета. Мы располагаем этот уголок назад, и перед нами оказывается грань, которая должна быть красной. Уголок без красного цвета. Сзади все остальные уголки мы поворачиваем красным цветом на себя. Таким образом, собирается первая грань. Ну и в конце мы доворачиваем верхний уголок, так чтобы вот эти цвета совпадали. Процесс сборки уголков интуитивный, и большинство с ним справится без каких-либо усилий. Далее нужно собрать центры. Здесь возможно ситуация, когда центры стоят не на своих местах, либо сразу на свои места они установлены. Ну понятно, что во втором случае решать ничего не нужно, а в случае, когда центры нужно переставить, решается одной комбинацией, которая называется пиф-паф. Причем этот пиф-паф точно такой же, как в обычной пирамидке. Напомню, как он выглядит. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, поднимаем правый уголок, поднимаем левый уголок. Вот эти четыре хода называются пиф-паф. Опустить справа, опустить слева, поднять справа, поднять слева. А если сделать на обычной пирамидке трижды, то она вернется в исходное состояние. Для перестановки центров на Pyraminx Duo достаточно одного пиф-пафа. Для этого нужно расположить центры, которые нужно поменять местами перед собой и снизу. Если мы поменяем красный и желтый местами, то цвета на каждой грани соберутся. Также у нас поменяются центры, синий и зеленый, и на этих гранях тоже будет один цвет. Если мы возьмем пирамидку вот таким образом, то спереди будет синий центр, который должен переместиться вниз. На синий и на желтом центре создаст неправильную ситуацию, и поэтому центры не соберутся. Значит, такое положение неверное. Нужно обязательно расположить таким образом, чтобы перед нами и снизу центры, когда поменяются, собрали соответствующие грани. В данном случае синий и зеленый, если поменять местами, то цвета соберутся. Ну и также сзади красный и желтый. Выполняем пиф-паф, опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый угол, поднимаем левый угол. Все готово. Рассмотрим пример сборки для закрепления. Начнем опять с красного цвета. Этот уголок имеет красный цвет, этот тоже, этот тоже. Вот этот без красного цвета. Располагаем его сзади. Внутри уголка с красным цветом получается перед нами. Поворачиваем остальные уголки на себя. Собрали красную сторону. Ну и дособираем четвертый уголок. Получаем неправильно стоящие центры. Замечаем, что если вот эти два поменять местами, то все соберется. Располагаем их спереди и снизу. Но автоматически вот эти два тоже встанут в нужное положение. Делаем пиф-паф. И все, собралось. На самом деле, эту пирамидку может собрать интуитивно даже малолетний ребенок. Причем без применения пиф-пафов. И ребенок это делает неосознанно, но я сейчас покажу, как просчитывать свои движения, чтобы пирамидка собралась в минимальное количество ходов. Допустим, мы опять планируем начать с красного цвета. Находим три красных уголка. Вот они. Ну либо уголок, который без красного цвета, располагаем сзади. Теперь смотрим. Красный центр находится рядом с красным уголком. И если мы этот уголок повернем в последнюю очередь, то красный центр сразу встанет на свое место. А значит, сначала повернем вот этот уголок, а потом красный уголок, который вместе с центром. И красная грань собрана полностью. И уголки, и центр. Остается просто довернуть верхний уголок. И пирамидку с дуо собран. Можно возразить, что не всегда получается так, что центр находится рядом с уголком. Давайте рассмотрим другие ситуации. Допустим, ситуация вот такая. Мы видим, что красный центр находится отдельно. Здесь красный уголок, здесь и здесь. Мы можем их все повернуть, но тогда центр останется где-то сверху. И в конце нам придется делать пиф-паф. Чтобы этого избежать, мы опускаем один уголок. Становится их два на нужной грани. А перед тем, как опустить следующий, мы подворачиваем к нему центр. Ну, сейчас он встал сам, а могло такого и не произойти. К примеру, мы опустили вот этот уголок, а красный центр находился бы где-нибудь здесь. Мы просто подвернули бы центр к уголку и потом бы просто опустили. В конце остается довернуть четвертый уголок. Ну и еще один пример на всякий случай. Красный центр уже находится на месте, где должна быть красная грань. Если мы посмотрим, три красных уголка уже обращены к нам. Остается их только развернуть. И при развороте этих уголков нам нужно сделать так, чтобы красный центр оставался здесь. Понятно, что если мы повернем первый уголок, то центр отсюда сдвинется. Повернем второй уголок. Центр не появился. Хорошо. Но при повороте третьего уголка мы подставим в него центр. Ну и даже не пришлось поворачивать четвертый уголок. Все собралось. Ну и рассмотрим ситуацию, когда у нас есть два уголка. У них уже находится центр. И остается сюда повернуть третий. В принципе, решение очевидно. Нужно просто отвести один из уголков с центром в сторонку, повернуть этот уголок и вернуть тот, который отворачивали. Опять докручиваем вверх. Таким образом, решение всей головоломки можно свести к трем-четырем ходам. Собирать буквально за секунды. И в конце пиф-паф уже не требуется. Вроде бы головоломка примитивная, но можно найти какие-то интересные решения. Пусть в ограниченном количестве элементов. Тренируйтесь и все у у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.